Замечательный совершенно солнечный человек. В нём солнца было больше, чем в Питере, это точно. Этот фанатизм, который у него был в крови, это любовь безумная к балету, она передавалась людям. Он очарован, был всегда духом, творчеством. Он умел удивляться, он умел открывать, он умел радоваться. Очарованный странник. Я начинал делать с Большаковой и Гуляевой. Этот спектакль прошёл через всю его жизнь. Через всю жизнь. И как этот очарованный странник двигался по этой дороге? По дороге жизни, земной, где есть душа, тело. Интересно даже вот сейчас смотреть, ну просто поражаешься щедрости, богатству. Вот этой фактуры, вот этих красок. Мы, к сожалению, не видели же ни Вия, ни вот эту вот ночь. Просто потрясающая хореография на уровне мировых шедевров. Я не боюсь этого нисколько. Попробуйте-ка вот где-нибудь у кого-нибудь это увидеть. До сих пор для меня тайна его рождения мастера и его вообще детства. Потому что он мне мало что рассказывал. Я думаю, что детей больше. Ну в общем, я думаю, что мы все немножко знаем. Родился он здесь, в Питере. И никогда не видел в своей жизни родителей. С бабушкой был сослан туда, очень далеко, где жили наши политзаключенные. Вместе с бандитами, ворами и убийцами. И много интеллигенции было. И он получил прекрасное образование там. Он же очень хотел танцевать. И всеми правдами и неправдами он стремился попасть в балетную школу, балетное училище и так далее. И он добился своего. Он сбежал оттуда, не имея паспорта. И умудрился поступить в балетную школу. Он добрался в Петербург. Он еще поступил в консерваторию. Еще кому? В Пухову. Вел ты его в театр винограда? В этом театре Леневый рассуществовал и был востребован 20 лет. 20 лет, появившись в 70-х годах. Он достаточно плотно работал в своем жанре, в своем ключе. И тогда театр, этот театр был очень ярок, с разнообразием репертуара. И солисты Кировского театра сюда приходили танцевать. А это Нерон. Я уже в нем не участвовал. А между прочим, он начинал с нас, если ты помнишь этот спектакль. Но тоже это как бы задумка, которая не состояла в Питере. Жутко эротический спектакль. Все так на него смотрели. Все такое. Как будто и Кобсон не делал. Родена же эротически. Был так называемый творческий клуб. Мне кажется, это было очень сделано разумно, что разрешалось ставить все, что угодно. А потом собирался художественный совет. Причем художественный совет хороший. Красовская, Карп и так далее. Я не забуду слова Карпа, когда он просмотрел в зале Мангурта, который сказал, это произведение искусства. Ты знаешь, как он мне говорил? Движение, что за ним стоит. И самое важное не, что я поставил, как ты его прожил. Для меня, например, как хореографу было очень важно, когда я научился раздвигать музыку внутри. Мне никто об этом не говорил, что музыку можно внутри раздвинуть и сдвинуть. Леня чувствовал музыку, как никто. Благодаря ему мне удалось постигнуть совершенно иные пространственно-временные параметры музыкального творчества. Вот Мангурта, если кто помнит, вот это самое начало, огромный пролог, он меня в пространство этого влек. И он говорил, давай, давай тянуть, тянуть дальше. Мне нужен этот звук, нужен этот ветер. Если всмотреться внимательно в то, что он закодировал, Леня, своей пластикой, то можно увидеть потрясающее откровение. Давая каждому человеку определенные знания, он сам черпал. И в этом плане он был бесконечный. Это была его сущность. К сожалению, приходится говорить, была, потому что этого человека не достает. Слава Богу, что остались вот его записи. Это просто потрясающе. Эти балеты надо ставить в театр. Их нужно переносить, они должны идти. Потому что, ну что не возьмете, она ничуть не хуже, чем у Бижара, чем у Робинса. Он совершенно потрясающий хриолог. И, конечно, вот наша жизнь, она отвратительна тем, что вот это вот все хорошее мы говорим только тогда, когда людей нет. КОНЕЦ